Всем доброго времени суток. Сегодня рассмотрим два типа, стабилизаторов, электромеханический и релейный. Рассмотрим, соединение однофазных автотрансформаторов. Буква L обозначает, сюда мы должны подключить фазовый провод, вход. Это символ, обозначает, сюда мы должны подключить заземляющий провод, рекомендуется. Буква L обозначает, сюда мы должны подключить фазовый провод, это выход. Сюда, подключается нулевой провод, это выход. Перед нами, два типа автотрансформаторов. Ступенчатый электронный, на реле или на полупроводниках. Плавный электромеханический, с щеткой, или с роликом. Электромеханический трансформатор, необходимо произвести очистку, так как, на нем, образуется нагар. Это щетки, токопроводящие. Просто нужен периодический уход. Потребление на холостом ходу, электричество. Экономичный, тероидальный трансформатор. Квадратный, он потребляет гораздо больше, на холостом ходу, это без нагрузки. Наверное, у многих возникает вопрос, автотрансформатор каким образом, повышает выходное напряжение, мы это расскажем в конце, а сейчас рассмотрим, какие изменения, происходят при подключении нагрузки. Допустим, у нас 10-киловаттный, стабилизатор. Подключаем к выходу, стабилизатора, электрический обогреватель, на 2 киловатт. Как мы видим, напряжение на входе не изменился. Подключаем еще пылесос, напряжение просело, на 5 вольт. Добавили еще утюг, на 2 киловатт. Напряжение на входе просело, на 5 вольт. Добавили еще масляный обогреватель, просело еще на 5 вольт. Подключили к выходу еще, электрический печь, напряжение на входе просело на 5 вольт, в итоге, на входе напряжение от сети 200 вольт. При таком входном напряжении, стабилизатор мощность уменьшается, до 9 киловатт. И если на выходе нагрузка, больше 9 киловатт, то он уйдет в защиту. 5 киловаттный, тоже уйдет в защиту. А как, быть если в сети только 100 вольт? Разумеется, мощность на стабилизаторах, уменьшится 2 раза. Как мы видим, мощность нагрузки 3,5 киловатт, а мощность 5 киловаттного стабилизатора, недостаточно, и он не запустится. Поскольку уменьшилось 2 раза, а 10 киловаттный, стабилизатор, мощность будет достаточно. Многие спрашивают, создают лы, стабилизаторы, проблему другим, на это вопрос, отвечу сразу, да. Создают, и теперь мы рассмотрим. Общий понижающий силовой трехфазный трансформатор. Эти стабилизаторы, которые подключены, у каждого, по отдельности дома. Допустим, общий трансформатор на 100 киловатт, и к ним подключены 4 стабилизатора. К примеру, все подключенные стабилизаторы, по 10 киловатт. Допустим, на одном линии фазы 220 вольт, подключены все стабилизаторы. При этом напряжение стабильное 220 вольт, стоит подключить еще два стабилизатора, напряжение просело. Подключаем еще два стабилизатора, напряжение просело, еще на 2 вольт, конечно это незначительно, но когда стабилизаторов, огромное количество, она будет падать, и падает он на силовом трансформаторе. Подключаем еще два стабилизатора, напряжение просело, еще на 2 вольт, в итоге входное напряжение будет порядке, 210 вольт. Да это напряжение нормально, и помехи, нет для других, но если они будут добавляться, то и напряжение может упасть, до 100 вольт. Это уже для других помеха. Сам силовой трансформатор, тоже имеет ограничения по мощности. Если стабилизаторы, окажется намного больше, по мощности, чем силовой трансформатор, напряжение на нем резко понизится, и трансформатор просто сгорит. А теперь, рассмотрим принцип работы, трансформатора. Это принципиальная электрическая схема, и так. Когда на входе 220 вольт, на выходе, тоже 220 вольт. Как, только напряжение на входе, упадет на 200 вольт, замкнется обмотка, повышающая напряжение. Упадет еще на входе, на 180 вольт. На выходе переключится на повышающее напряжение, так как. Здесь обмотки намотаны с расчетом, чтобы на выходе было, 220 вольт. Если, напряжение на входе будет больше, скажем 240 вольт. На выходе трансформатора, обмотка, переключится на понижающее напряжение, стрелки указывают, направление тока. Электромеханический сервоприводный, с щеткой или с роликом, работает плавно, когда, на входе 220 вольт, на выходе тоже, 220 вольт, при входном напряжении, 150 вольт, механизм плавно, повышает напряжение, и доводит, до 220 вольт, при входном напряжении, 265 вольт, механизм плавно, понижает напряжение, и доводит, до 220 вольт. Хочу еще отметить. Ни в коем случае не подключайте на выход релейного стабилизатора, приборы, которые имеют реле переключения. Электромеханическим стабилизаторам, это не относится только релейным. Можно и так подключить, но так делать нам не дадут, вот правильное подключение. На этом, пожалуй, все. Продолжение следует...